Силы обороны Украины вышли из Авдеевки. За разрушенный после своих же обстрелов город россияне заплатили неимоверную цену как в живой силе, так и технике. По данным пресс-центра Таврийского направления, только за последние 4 месяца тут погибло или было ранено свыше 47 тысяч оккупантов. По статистике 3-й штурмовой бригады, которая зашла на позиции в Авдеевке неделю назад, противник потерял за это время полторы тысячи убитыми, 3,5 ранеными. Огромные потери в своих рядах не скрывают и оккупанты на аматорских видео. Да, это трупы пособирали, он постоянно собирает трупы. А так уже, тут уже все было усеяно. А там он спереди, чуть сбоку у нас, там вообще, говорит, труп мать мучает. Там и спецназ не валяшки. Цифры огромных потерь вблизи одного населенного пункта буквально впервые признают и в российской группе, публикующей информацию о погибших в Украине оккупантах. За прошедшие сутки только погибшими более 1300 российских военнослужащих. Тысячи раненых, большинство из которых не доживает до утра. Им просто не успевают предоставить необходимую помощь, так как поток раненых не прекращается. Потери в технике и вооружении российской армии после штурма позиций в Авдеевке также впечатляют. Вот данные аналитиков ОРИКС, которые собирают информацию на основе открытых источников. То есть в реальности данные значительно больше. Статистика собрана начиная с 10 октября 2023 года и на момент 9 февраля 2024. То есть не учитывая последних масштабных битв за город. Танки 224 штуки. Это больше 7 танковых батальонов. В районе 3 танковых полков. Смотря как считать, но ЗСУ сожгли за несколько месяцев под Авдеевкой танковую дивизию. Всю. Если сравнивать со странами НАТО, то российские танковые потери соответствуют количеству действующих танков во всем немецком Бундесфере. На бумагах танков 300+. В реальности могут быть задействованы и меньше. Потери по бронированным машинам поражают еще сильнее. 359 штук. Из них 121 МТЛБ. Основной БТР россиян в этой битве был МТЛБ. В отступлении ВСУ из Авдеевки не последнюю роль сыграла нерешительность партнеров. В США политики настолько погрязли во внутреннем противостоянии, что Конгресс до сих пор не принял пакет военной помощи Украине. Как следствие, у сил обороны возник дефицит артиллерийских снарядов. Кроме того, у ВСУ не было ресурса для сдерживания врага в городских условиях. Если бы защитники Авдеевки получали пропорционально все необходимое в вопрос боекомплекта, а также целого ряда инструментариев противодействия той же самой тактической авиации, то Авдеевка до сих пор бы сейчас оборонялась. У Авдеевки был довольно-таки серьезный укрепрайон. Да, конечно, она перемаловала огромное количество российских войск, но она бы могла перемаловать и далее. Если бы мы получали своевременно боеприпасы к артиллерии, если бы наши партнеры нас обеспечили авиацией, если бы нам были переданы соответствующие типы средства противовоздушной обороны. В том, что теперь над руинами Авдеевки развивается российский флаг, президент США назвал виновными саботажников из Конгресса и призвал как можно скорее принять решение о помощи Украине. Не последнюю роль, по данным Института изучения войны, сыграло и локальное превосходство в воздухе. Я тут соглашусь с Институтом изучения войны, которые сказали, что это был единственный раз, когда противник смог использовать свое превосходство в воздухе, и это факт. Думаю, что сначала полномасштабного вторжения, если брать авиационные удары, то самый большой эффект они имели именно под Авдеевкой. Потому что, я не знаю, противник смог создать это преимущество, а сбивать мы их только начали в последние дни, возможно, не хватало каких-то средств. Противник там создал превосходство в воздухе, и мы видим реакцию, в том числе и в Российской Федерации, что они поняли, что это им дало результат. Что под этими ударами КАБов, наше военно-политическое руководство, отвезти наши войска. Урок забрасывания территории КАБами украинцам необходимо еще разобрать. Очевидно, что этих относительно дешевых боеприпасов у россиян огромное количество. Поэтому в ВСУ необходимо найти рецепт противодействия в условиях недостатка военной помощи от партнеров, а международному сообществу срочно активизировать военную помощь Украине. Продолжение следует...